Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Первая студия. Государственные символы – одна из незыбливых основок нашего государства. Голубой флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла, а также герб, в центре которого находится образ Шанрака, как символ общего дома для всех казахстанцев, явили миру образ нового независимого государства под названием Республика Казахстан. Что день госсимволов означает для каждого казахстанца, для каждого из нас? Что сейчас делается для развития одного из основных секторов нашей независимости – государственной службы? Ведь эффективное развитие данного института, безусловно, должно способствовать формированию политических ценностей, развитию демократической и политической культуры. Надеюсь, ответы на это и другие вопросы нам поможет найти гость первой студии, руководитель управления государственной службы Департамента Одесского Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбулской области Тумабеков Ермек Абдулаевич. Ермек Абдулаевич, приветствую вас на площадке первой студии. Здравствуйте. Вот почему 4 июля? Почему именно этот день является днем госсимволов? И что они, по вашему мнению, означают? Так, ну, чтобы ответить на ваш вопрос, во-первых, любая деятельность, так же и атрибутика и прочие дела регулируются законодательством. Государственные символы – это один из необъявительных атрибутов вообще любого государства в целом, не только Республики Казахстан. И они олицетворяют его идентичность и суверенитет, то есть заявляют о его суверенитете. В Республике Казахстан государственными символами являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимн. А почему именно 4 июня? Потому что именно 4 июня 2007 года, по окончательной редакции сейчас действующей, был утвержден Конституционный закон о государственных символах Республики Казахстан. Вот с принятием этого закона теперь ежегодно, именно 4 июня, данный день отмечается как День государственных символов нашей страны. А вот давайте немножко копнем историю. Как создавались вообще государственные символы? Это ведь язык геральтики, один из наиболее древнейших языков. Раньше даже мы помним, тысячу лет назад, когда люди по своему большинству читать, писать не умели, но обязательно у каждого рыцаря, у каждого, допустим, хана до вставки, был специально обученный человек Геральт, задача которого была вот именно по одному гербу уже четко сказать, откуда прибыл этот человек, причем будто это там аристократ или даже купец, у купцов тоже были свои гербы. И то есть это вот большая-большая наука. Как они создавались, наши госсимволы? Как вы справедливо отметили, да, естественно, любое общество имеет свою геральтику, свое изображение там, тотемную, говорят, еще как-то. Но здесь, если с историей начать, то с момента распада Советского Союза Республика Казахстана обрела свою независимость в 91-м году, как вы знаете. И в начале 92-го года, естественно, уже молодое независимое государство занялось вопросом именно создать свои внешние атрибуты, прежде всего, как показывать себя в мире, как это должно было. И поэтому было свое постановление Президиума Верховного Совета, тогда еще и Республики Казахстан, о создании рабочей группы по подготовке новой государственной символики по всем правилам геральтики. В соответствии с ним была образована специальная творческая комиссия, многие известные деятели туда зашли. И был объявлен конкурс на разработку, первоначально был объявлен конкурс на разработку проектов именно герба, флага и гимна. И, насколько мне не изменяет память, в данной работе приняло участие в этом конкурсе более 600 человек. Всего было поднато вообще 1200 заявок с творческими разработками именно эскизов государственного флага. Также было предложено 245 проектов изображений и 67 описаний будущего государственного герба. И 750 вариантов государственного гимна. Перед участниками конкурса на тот момент стояла сложная задача. Во-первых, государственные символы должны были отвечать не только эстетическим требованиям, но и нести исторический, политический и экономический символизм. То есть отражать нашу идентичность. Необходимо было найти творческое решение, которое наиболее ярко воплощало бы политическую суть и цели нашего молодого государства. Ну, если позволите, я зачитаю, что это удалось сделать нашим мастерам. И вот автором флага официально сейчас считается это Шакен Несбеков. Жандарбек Малибек и Вишатау Алихан это авторы герба. Шамши Халдаяков это мелодия гимна. И Жумикен Нажмеденов это текст гимна. Таким образом создались эти три главных основных символа нашей страны. Хорошо. Вот, Евгений Николаевич, да, у любого герба, безусловно, должна быть идея, да. Вот если мы вспомним бывший герб Советского Союза, то есть там планета Земля, на которой лежит серп и молот, да. То есть идея этого гимна была господство рабочих и крестьян, да, правящего класса, да. И аналогично можно провести параллели с гербом Соединенных Штатов Америки, да, которые корни ведут от римского орла, да, легионного, да, или к гербу современной России, которая берет свои корни у герба Византийской империи, то есть где каждая голова орла символизирует, что она повернута на запад и повернута на восток. А вот в чем идея, какая идея закладывалась, когда вот наши разрабатывали звезд символы? Вот, кстати, вы справедливо отметили, вот что касается самого герба, государственного герба Республики Казахстан. Насколько я сам помню, вот нам на протяжении многих лет это преподавали, и согласен с разработчиками, во-первых, наш герб, он имеет форму круга, круглую форму. Что означает круглая форма? Вообще большинство гербов на планете, они имеют, большинство стран, имеют круглую форму. Это считается наиболее удачная форма, означающая как бы бесконечность и миролюбие. Потом, если вы помните, ну, основу, вот как вы отметили, в советском гербе тоже были те или иные изображения и надписи были. Но здесь у нас центральная надпись – это Казахстан. Например, у многих возникает вопрос, почему стоит звезда? На самом верху гербана изображение звезды. Звезда – это посыл всем пяти континентам, планеты Земля, что есть вот такое государство, насколько я помню. Потом изображение двух лошадей, единорогов – это тулпар, это национальный символ самих казахов. Соответственно, показано, от коней идет по описанию, вы помните, колоссия пшеницы. Колоссия пшеницы издревле всегда, что они подразумевают? Это плодородие, трудолюбие и миролюбие данного народа. И, соответственно, шанрах в виде там солнца, изображение шанрах – это естественно, что многонациональный народ Казахстана живет мирно под одним мирным небом, под единым шанрахом. То есть мирный, трудолюбивый и доброжелательный посыл казахского государства другим странам. Это основная символика нашего герба. Хорошо. А вот что-то взял современный наш гимн, флаг из гимнов и флагов, которые ранее существовали на территории нашей страны. Я имею в виду, я хочу коснуться истории создания герба. Мы знаем все, что здесь была когда-то казахская хаса, которую именно здесь основали. Вот Жанебек и Кирей, памятник у нас стоит в городе. Есть еще более ранее, элементарно, та же империя караханидов. У нас вот памятник этот, есть эти памятники живые, оставшиеся свидетели той древней эпохи, когда из Тараза практически прошло правление всей Центральной Азии. То есть что-то с тех времен попало в наш гимн? Естественно, естественно. Сам цвет самого флага, государственного флага, ярко-голубой из виду, он означает вечное синее небо. Это извечный символизм тюрков, тюркских народов. То есть изображение неба. Потом изображение солнца. Солнечная миролюбивая страна. Ну и изображение орла. Самое понятное, у нас есть горы. Изображает орла, что это миролюбивая и в то же время настойная, несущая свой суверенитет страна. Ну и соответственно, обратите, вдоль древка идет казахский узор. Это означает уже идентичность самого казахского народа. Понятно. Хорошо. Ну в принципе, о основных вехах создания, разработки наших гусиров мы с вами поговорили. Вот. И что хочу сказать, что, наверное, наша государственная символика одна из самых красивейших в мире. Да, несомненно. Вы здесь все правы. Присоединяем всем сообществом, да. Потом, видите, как я вот хотел дополнить вашу мысль, да. Мы ведь не сразу к этому пришли. Любой проект, он всегда по мере создания, после создания, он всегда, как правило, совершенствуется. Правильно же? Тоже не коснулось и государственной символики. Если вспомнить об этом, к истории мы обратимся. Вот 30 лет, вот буквально 30 лет прошло со дня, ну в прошлом году было ровно 30 лет, со дня принятия вот именно государственных символов Республики Красного. Наша страна их утвердила, герб, флаг и гимн, но не просто идентифицировала, но и отразила в этих символах, была отражена, как разработчики сами это отмечали, и другие, иностранные наблюдатели, была отмечена вся многовековая история нашего народа. И в то же время я хотел бы вам подчеркнуть, что данная вот сейчас действующая редакция закона, она не сразу была принята. Обратите внимание, что именно 4 июня 1992 года, тогда еще первый президент Руслан Назарбаев подписал три закона. Три закона. О государственном флаге, о государственном гербе и музыкальной редакции, тогда называлось так, и о музыкальной редакции государственного гимна Республики Казахстан. С тех пор, вот какие изменения у нас произошли, определенные изменения были. Вот 24 января 1996 года был утвержден уже Конституционный закон, первая редакция, о государственных символах Республики Казахстан. А 6 января 2006 года утвержден новый гимн Республики Казахстан. Вот мелодия именно Шалши Халдаякова пошла. И впервые эта мелодия, вот этот новый гимн, он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации главы государства. В итоге уже 4 июня 2007 года был принят Конституционный закон. Сейчас он носит статус Конституционного закона о государственных символах. И здесь существенным отличием ранее принятых решений, что все три символа в одном законе. И, во-первых, статус повышен, что это Конституционный закон. И в закон была внесена также очень важная поправка. В закон было внесена статья 13, которая называется «Формирование уважительного отношения к государственным символам Республики Казахстан». Это первое. А также статья 8, что порядок использования государственного флага Республики Казахстан, где было оговорено, что изображение знамени уже не может использоваться в качестве героидической основы в флагах в общественных объединениях и других организациях. То есть это своего рода дисциплина и порядок, призывает порядку именно и уважительного отношения всего населения к государственным символам самой страны. Хорошо. Вот в этой связи у меня вопрос. Вы представляете у нас управление государственной службы департамента агентства по делам госслужбы. В этой связи вам вопрос. Но, к сожалению, иногда, когда мы путешествуем, выезжаем на съемки, иногда видим над официальными знаниями, там на знаниями айтематов, ну и чаще бывает на знаниями естественных айтематов, глубинки, флаг, выцвел на солнце, иногда бывает порван. Ну, всякое, да, бывает, да? Естественно, это уже нарушение. Вот, каким-то образом вот со стороны госслужбы вы реагируете, если вот такие нарушения выявлены? И сразу вот такой вопрос, нас смотрят телезрители, если кто-то из них видит, что вот каким-то образом умышленно или неумышленно вот происходит вот так вот, страдают наши госсилы, куда они должны и могут обратиться? Во-первых, есть специальный уполномоченный орган. Мы, как и вы заметили, мы уполномоченный орган по делам государственной службы. Но в случае порчи вот государственного сила, в частности вот флага, во-первых, они по истечении определенного времени, по мере износа, подлежат замене. Как и флаг, так и герм. В случае, если будет обнаружено, что флаг попорчен, там, как вы говорите, выцвел там или порван, то, соответственно, наступает соответствующая ответственность административно, даже для уголовных, для другого, для государственных символов. Есть соответствующие статьи, соответствующих кодексов. Но насколько распространена, это административная ответственность здесь. То есть это предусматривает определенные штрафные санкции в отношении виновного лица. Поэтому, что касается госорганов, я еще пока на своей памяти не встречал, но за этим следят. Также государственный флаг висит, как правило, над куполами именно госорганизации. Но за этим сейчас установлен довольно-таки жесткий государственный контроль. А вот если все-таки обнаружен флаг, кто будет наказан? Я почему бы, у меня выстречили, кто будет наказан? Будет наказан первый руководитель, который не обращает внимания на свой символ, или стрелочник в лице какого-то запоза? Нет, ответственность первого руководителя рассматривается. Он же каждый день заходит в это здание, видит же. Правильно? Согласны со мной? Первого руководителя, ответственность его никто не снимает. Ответственность будет в любом случае и его, ну и соответственно лица, ответственного за внешнюю атрибутику здания. Вы же за, например, то же здание, подходы к нему всегда же убираете. Почему вы не следите за государственными символами? Более того, это не просто нарушение, это же кочунство уже. Поэтому, естественно, первого ответственность руководителя никто не снимает. А, вот если понятно, что речь идет об умышленной порче Гусева, не дай бог кто-то видел, что этот флаг разбил, это одно, это полиция вызывается и полиция принимает меры, то есть это все безусловно надо фиксировать на видео, чтобы была доказательная база, и вызывается полиция. Если речь идет о неумышленной порче государства и символике и так далее, и гражданин неравнодушно это увидел, куда он может позвонить, кому обратиться? Во-первых, он может, прежде всего, если он только это увидел, если он в результате стихийного бедствия или ветра, он, естественно, тут же в свою организацию должен обратить внимание, их внимание обратить, кто сидит на махте, что у вас повреждено госсимвол, например. Он, естественно, подлежит немедленной замене. В первую очередь, в госорган, в самую организацию, где он это обнаружил. В случае непринятия ими меры, естественно, в органы внутренней политики, в органы полиции для принятия уже, соответственно, административных статей. Если это не будет устранено. Ну, как правило, вот даже вот у нас бывают стихийные бедствия, ветра там, то, как правило, госорганы сразу снимают, либо производят замену флага. Спасибо. Ну, а июнь вообще месяц богатый на профессиональные праздники. Да, вы заметили, да. Если вот сейчас 4 июня мы отмечаем День государственных символов, то буквально через 3 недели, 23 июня, мы все будем отмечать День государственного служащего, да? Вот, сразу такой вопрос, почему именно 23? Как-то есть какая-то символика с тем, что 4 мы празднуем 10 годов символов, а 23 день Госслужбы? Нет, ну, символика здесь, конечно, спасибо. Вопрос, конечно, сильно сказан. Здесь понятно, это День государственных силов, именно День государственной службы. А вот День государственной службы, он немножко-немножко более интернациональный. Почему? Объясняю. Есть соответствующая резолюция Генеральной ассамблеи ООН, где всем государствам, участникам ООН было предложено и рекомендовано именно 23 июня отмечать как День государственной службы. Соответственно, тогда это было в 2013 году, когда этот вопрос возник, тогдашний председатель агентства по делам Госслужбы Алихан Байменов сказал, что был тут же незамедлительно разработан соответствующий проект нормативно-правового акта. И именно в 2013 году это было, если не ошибаюсь, было внесено дополнение в указ президента о профессиональных и иных праздниках Республики Казахстан. В настоящее время это переведено в компетенцию правительства Республики Казахстан, потому что есть специальный перечень праздничных дат в Казахстане. Он утвержден, если не ошибаюсь, по-моему, в 2017 году, 31 октября. И вот День государственной службы по исполнению резолюции, это уже не наша какая-то прихоть, по исполнению резолюции он был внесен в этот перечень праздничных дат. То есть это не только в Республике Казахстан, но и во всем мире, то есть в тех странах, а это 132 государства, даже более, они сейчас будут отмечать 23 июня День государственной службы официально. Понятно. И какие успехи у наших госслужащих в нашей Жамбулской области? Вот что делается по совершенствованию государственной службы? Вот когда я начал эту передачу, я отметил этот момент, что президентам ставится задача, чтобы максимального совершенствования госслужбы, чтобы она становилась с одной стороны ближе к народу и с другой стороны максимально эффективнее решала поставленные перед ней задачи. Вот в нашей Жамбулской области что делается в этом направлении? Вот, чтобы вам отметить подробнее, во-первых, вопрос совершенствования государственного аппарата, то есть самой госслужбы, он всегда стоит на повестке дня. Он никогда не снимался, никуда не пропадет и всегда будет стоять. А в целях совершенствования госаппарата у нас сейчас идет формирование именно профессиональной государственной службы, именно создание команды профессионалов, состоящих из государственной службы. В этой цели, что одним из материалов стимулирования государственного служа является? Материальное стимулирование – один из важнейших факторов. Согласны со мной? Это заработная плата. Например, с этого года уже на правительственном уровне решен вопрос об анонсировании государственных служащих. Если вы помните, государственные служащие ежегодно проходят оценку своей деятельности. То есть те государственные служащие, которые показали эффективные результаты работы, соответственно, бонус ежегодный по выплате, по результатам оценки, он будет выше. Чем служащие эффективнее, тем бонус, соответственно, будет выше. Это единое время денежная выплата будет производиться. Ну и, естественно, если оценка госслужащего вышла неудовлетворительной, то, соответственно, уже с такими служащими будет приниматься в последующем решение расстаться с ними, расторгнуть с ними трудовые отношения. Еще один момент. Вопрос поступления на государственную службу. Если вы помните, он в настоящее время максимально облегчен. Максимально облегчен. Существует только два вида конкурсов. То есть первый внутренний конкурс, он больше так подходит до того, так называемого принципа меритократии, когда из группы служащих выбирают наиболее лучшего. То есть в внутреннем конкурсе принимает участие государственный служащий, только государственный служащий, лица, обладающие статусом госслужащего, и они на конкурс на основе, конкурс на комиссию отбирают наиболее перспективную и лучшую из них. Ну и, соответственно, вход на госслужбу, то есть молодым специалистам, что же надо поступать? То есть приток свежей крови необходим всегда в любом виде деятельности, и, соответственно, и общий конкурс. В общем конкурсе имеют право принимать участие уже и как госслужащий, если у него такое желание возник в другом регионе, так и все граждане Республики Казахстан, которые соответствуют по квалификационным требованиям той или иной вакантной административной государственной должности. И максимально упрощены данные конкурсные процедуры. Если раньше государственные служащие, вот буквально лет 7-8 назад, они собирали очень множество документов. Во-первых, сейчас это все оцифровано, и сейчас при внутреннем конкурсе служащий-кандидат подает всего два документа. Заявление по службой список. А при общем конкурсе подаются всего три документа. То есть даже если вы обратите внимание, результаты тестирования, раньше они бегали, кандидаты бегали с листочками, сертификат получали, сейчас он ему не нужен. То есть сведения о кандидате, который прошел тестирование, автоматически поступают в систему ЕКИЗМЕД. И любой сотрудник кадровой службы в том органе, где проводится конкурс, он в электронном порядке увидит, прошел данный кандидат тестирования, либо не прошел. То есть это все максимально цифровизировано и упрощено. Как и поступление, так и продвижение на государственные службы. Более того, хочу отметить еще один момент. Сейчас отличники вузов, вот лица, которые с красным дипломом так называемым закончили, в течение года имеют право занятия, не конкурсного занятия, кроме руководящей любой административной государственной должности, кроме госорганов, которые расположены в столице. Тоже большой, так сказать, плюс на встречу имена. Это намного упрощает сам вход на государственную службу. А там уже время покажет, какой это будет специалист или какой это будет менеджер. Какие действия должен предпринимать Екатерин Абдулович, молодой человек или девушка, если вот сейчас они нас слушают и вот окончательно приняли решение поступить на госслужбу? Что, ему нужно найти учреждение, где проходит конкурс или как? Вот какие пути? Нет, ему не надо ходить в это учреждение. Во-первых, если он еще только учится. Ну, если, как я уже говорил, он может вне конкурса задать только в случае, если он получит красный диплом. То есть, первое требование, конечно, он должен быть отличником. То есть, учиться хорошо. Второе требование. Во-первых, конкурсы не каждый день объявляются, только при наличии вакансии. По получению диплома он может иметь право зарегистрироваться либо в электронном, через ЕГОВ, либо посредством своего, сам посетив ЦОН, зарегистрироваться на тестирование и сдать тест. То есть, у него уже на руках будет сертификат, условно говоря, на руках. Данный сертификат о сдаче тестирования по той или иной программе, куда он хочет. Естественно, он действует, срок действия его год. И в течение года, соответственно, просматривать те или иные сайты, то госоргана, деятельность которого он заинтересован, и с чем он решил в дальнейшем осуществлять свою деятельность. То есть, просматривать. Будет объявлен конкурс, он может просто спокойно туда подать документы. Хорошо. Еще один вопрос, Игорь Николаевич, в этом же направлении. Есть какая-то разница, вот у нас осталось две минуты, и все-таки я не могу его не задать. Вы задать именно по национальному и гендерному признаку. Почему? Потому что среди народ считается, что на госслужб берут исключительно казахов и в основном мужчин. Правда ли это? Во-первых, никакого ни национального, ни гендерного, ни языкового барьера в госслужбе нет. Это напрямую прописано как и в основном законе Конституции, так и в отраслевом, именно в законе о госслужбе. Никакого ограничения нет. Более того, даже тестирования, когда сдаются на знание законодательства, пороговых значений на знание государственного языка там нет. Ну не все же владеют им. Но тем не менее, конечно, к этому надо стремиться, госслужащие самостоятельно тоже многие изучают государственный язык. Более того, вот по вашему вопросу, кто больше казахи или нет, идут все. Ну, смотря как. Вот, например, у нас есть такое мониторинг состояния государственной службы, я просто сейчас цифры не помню, но практически, согласно данному мониторию, у нас почти все национальности, вот, например, живущие в нашей области, почти все представлены в нашей государственной службе. Просто количество, это уже другой момент, а практически все этносы, которые живут в Республике Казахстана, в настоящий момент представлены в целом на всей территории Республики Казахстана, представлены в государственной службе. Ну и девочки у нас тоже могут. Да, и дело, что касается гендерного разбора, то все вот думают, мужчинам легче, женщинам легче. Это с какой стороны так посмотреть? В госслужбе нет такого гендерного понятия мужчина-женщина. Есть понятие руководитель и подчиненный, и стоит объем задачи, которые необходимо выполнить вовремя и качественно. То есть главное, чтобы человек был работящий, все остальное приклеить. Да, как говорили в старину, главное, чтобы человек был нормальный, да. Спасибо большое, нам показывают, что время нашей программы подошло к концу. Вас хочу поблагодарить за то, что вот время потеряли свое, потратили на нас, я думаю, что с пользой. Хочу поздравить вас с Днем государственных символов и предстоящим праздником День государственного служащего. Вас и ваших коллег в вашем лице тоже я поздравляю. Спасибо вас так же, с праздником. Языком геральдики, авторы государственной символики нашей страны, выражают миролюбивую сущность Казахстана. Призывают все народы и республики объединиться под общий шанрак. Стремится превратиться в крепкие, мощные, несущие конструкции нашего общего дома, республики Казахстан. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин